Здравствуйте, меня зовут Владимир и это обзор от специалистов лаборатории ОН. Сегодня я вам представлю смартфон от всем известной компании Sony. Xperia SP. Отличный смартфон среднего класса с LTE. Изящество в мелочах, великолепно продуманный дизайн и материал, из которого изготовлено само устройство. Все это вызывает восторг. Я могу долго восхищаться этим устройством, но давайте будем объективными и перейдем к его внешнему виду. Диагональ дисплея 4,6 дюйма. Сверху расположена камера видеовызова, рядышком динамик. Стекло защищенное. По технологии Gorilla Glass. В неравной борьбе с вашими ключами в сумке, я думаю, оно справится. На левой грани расположен разъем microUSB. Сверху разъем для наушника стандарта 3,5 мм. А на правой грани кнопки громкости, кнопка включения-выключения и кнопка запуска фоторежима. Задняя крышка выполнена из материала Soft Touch. Это проезиненный пластик. Сверху расположена отличная 8-мегапиксельная камера, а рядом с ней динамик. Чуть ниже видите светодиодную вспышку. Под крышкой видим слот для карты памяти, поддерживает до 32 гигабайт, и слот для сим-карты. Вернемся немного к дизайну. В аппарате есть алюминиевый ободок и очень красивая светодиодная поддержка ваших звонков, либо подсветка при пролистывании фотографий. Свет подстраивается под фотографию, цветовую гамму. Все вы знаете, зима в России достаточно долгая, и это устройство вас не подведет, потому что им можно управлять даже в перчатках. Уже в виде дизайна этого устройства понимаешь, за что можно отдать деньги. И хочу сказать еще раз огромное спасибо компании Sony за то, что она дала такому смартфону еще и мощные характеристики. Давайте расскажу поподробнее. Разрешение экрана 1280 на 720. В аппарате установлен мощный процессор Snapdragon S4 Pro с частотой 1,7 ГГц. Также 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной. Не забывайте, что для пользователя доступен не весь объем памяти. В данном устройстве доступный объем составляет около 6 гигабайт. Как я и говорил ранее, в аппарате установлена великолепная 8-мегапиксельная камера с множеством автоматических настройок, с возможностью панорамного обзора. Также, как вы видите, можно выбрать сцены и аппарат сам подстраивается под режим съемки. В данный момент он выбрал пейзаж. А также аппарат снимает видео в формате HD. Также не забываем, что в аппарате есть Wi-Fi, GPS, естественно, есть 3G, ну и LTE, о котором я говорил ранее. Это высокоскоростной интернет со средней скоростью передачи данных до 20 мегабит. Емкость аккумуляторной батареи 2370 мАч. В активном режиме аппарат держит около 18 часов. С такими характеристиками это устройство подойдет для серьезных людей, которым нужна высокая скорость работы в интернете и чтобы аппарат отзывался при любых условиях использования. Как вы видите, приятный интерфейс от компании Sony. Он уже многим полюбился. И Sony максимально его упрощает в использовании. По предустановленным программам достаточно много и много полезного. Сразу же есть Google Chrome, программа для просмотра фотографий. Она просканирует вашу карту памяти и сразу же все необходимое сделает подборочку. Также не забываем про соцсети. Есть сразу же Facebook, Twitter, установлен YouTube. Из дополнительных программ, достаточно удобных, есть Track ID. Это первая программа Sony, которая позволит всего лишь по нескольким звукам узнать, что играет за мелодия. Также уже есть офисное приложение, в котором есть Word, Excel, PowerPoint. И не забываем про голосовой поиск от Google. Также в аппарате уже встроенный антивирус McAfee Security. Но компания Sony лояльно относится к своим пользователям. И при необходимости программы вы можете удалить. В комплектацию устройства входят отличные наушники, зарядное устройство и USB кабель. Также не забываем про различные инструкции и гарантийные талоны. Мощные характеристики, отличный дизайн и неплохой софт. Все это в одном устройстве. Не так часто у конкурентов можно увидеть что-либо похожее, тем более в средней ценовой категории. Не забываем оставлять комментарии. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. И не забывайте, наша доставка работает даже ночью. С вами была лаборатория ООН. До новых встреч в наших магазинах.